Как выглядит вера глазами детей? Этим вопросом задались журналисты Екатеринбургского филиала издания «Комсомольская правда». Чтобы узнать ответ, сотрудники газеты отправились в разные города Свердловской области. Там они посещали детские дома и приемные семьи и спрашивали у ребят, что для них значит вера и как они представляют себе Бога. В итоге получился фильм, на премьере которого побывала наш корреспондент Надежда Калинина. Одри Хёбберн, Грейс Келли и Катрин Денёв – легенды мирового кино, так хорошо известные нам по многим фильмам. Но вот героями сегодняшнего показа станут не именитые актеры, а простые люди. Впрочем, тоже не менее талантливые. Когда тебе больно, ты можешь приехать к ней, поплакать, поговорить. Ну, я хотела, чтобы моя старая Ира подрекрестила меня. Как бы хочу, чтобы она моей крестной была бы мамой. У многих зрителей в горле застыл комок, но так растрогал их не сюжет или актерская игра, а самая обыкновенная жизнь. Настя из Каменска-Уральского говорит о себе, о своих мечтах и о вере в Бога. Непосредственные и простые рассказы детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Фильм воодушевляет, действительно ставит вопросы о судьбе каждого человека, о его праве на то, чтобы жить в семье, жить в любви. Поделиться своими впечатлениями спешили многие зрители. В фильме были показаны не только ребята, которые воспитываются без родителей, но и истории семьи Афанасьевых, у которых семь приемных детей. Может быть, вот эти все наши общие проекты, друг другу говорить, рассказывать, чтобы это было такое общее поле. Вот общее поле по общению вокруг этого дела. Я бы хотел, может быть, вот этот момент подчеркнуть, чтобы мы объединились в данном деле, друг с другом делились, потому что здесь требуется и культура особая принятия ребенка, и психологическая помощь, и медицинская, и церковная помощь. Этот документальный проект создавался в течение полугода и включил в себя не только интервью с героями картины, но и поездки ребят по святым местам Урала. Работая над фильмом, журналисты столкнулись с проблемой. Детки верят в Бога, но очень мало знают о нем, поэтому и было организовано их паломничество. Эта поездка стала вторым этапом в съемках фильма. У нас работало четыре журналиста, это были девчонки от 20 до 25 лет, журналистки. Ну и, конечно, эмоций было масса. Одна журналистка захотела усыновить, даже когда съездила в один из детских домов. Понятно, что когда приезжаешь в детский дом, сразу же ребята настроены на то, что если кто-то незнакомый приехал, наверное, их усыновят. Вот, поэтому вешаются на шею, ну, со всеми подружились. Конечно, ну, тяжело было эмоционально все это делать, но справились. С момента съемок прошло достаточно времени, и героиня одной из новелл Настя с удовольствием делится планами на будущее. Сейчас она учится на повара-кондитера и в будущем хочет открыть ресторан, назвав его в честь своего приемного отца. Дельфин Ройс Пулидо. Его зовут Дельфин, а имя и фамилия у него Ройс Пулидо. Вот так хочу назвать, но это будет как бы ресторан для еще беспомощных людей, которые на колясках, чтобы им комфортнее было и всем людям комфортнее было. Еще одной частью проекта стал конкурс рисунков. Эти красочные произведения напечатали на открытках и календарях, покупая которые уральцы помогают организовывать паломнические поездки детей из детских домов. Приобрести открытки можно в офисе Екатеринбургского филиала Комсомольской правды по адресу Екатеринбург, улица Мамина Сибиряка, 52, офис 302.